Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии» снова. И у нас сегодня в гостях Аслан Бишто. Это большой специалист по истории и культуре адыгов. И сегодня мы поговорим как раз таки о той теме, которые вы спрашивали, о нормах Адыга Хабза, о том, что из себя это представляет и, скажем так, как раньше относились к этим нормам, как они соблюдались и как они соблюдались в современности. Добрый день всем! Я бы хотел в первую очередь начать с небольшой предыстории. Комплекс Адыга Хабза является одним из главных этнических маркеров черкесов мира. Он создавался, модернизировался и видоизменялся с развитием самих черкесов на протяжении тысячелетий. Многие говорят, что история черкесов достаточно окутана тайной. На мой взгляд, есть два главных неоспоримых источника, которые позволяют четко раскрыть историю черкесов. Это именно Адыга Хабза и Адыга Хабза, черкесский язык. Имея в наличии вот эти два компонента, я думаю, в полной мере, можно очень глубоко раскрыть историю самих черкесов. Возвращаясь непосредственно к самому комплексу. Адыга Хабза — это огромный этнический маркер, включающий в себя культурно-нравственную и духовную практику черкесов. На мой личный взгляд, проблема с Адыга Хабза в настоящее время связана с одним очень интересным моментом. Адыга Хабза — это комплекс по созданию идеального человека. Идеального, отвечающего требованиям времени и общества, которое создала вот эта Хабза. Оно не совсем хорошо коррелируется с государственным устройством. Почему? Потому что любое государство — суть комплекс насилия в разных сферах. Адыга Хабза воспитывает человека, который не нуждается в государстве и самодостаточен сам по себе, по своей сути. Когда Адыга Хабза расцветала в полной вере, государственность в Черкесии циклично падала. И наоборот, когда устои Адыга Хабза так или иначе слабели, в эти моменты государственность очень сильно возрастала. Вот эта цикличность прослеживается со времен Синдики, продолжается дальше на момент создания христианских княжеств на территории Черкесии, коррелируется обратно к моменту создания независимой Кабарды уже в средние века. И на сегодняшний момент мы приходим опять же к ренессансу Адыга Хабза, потому что государственная власть, государственное насилие именно в настоящее время приобрели наибольшую силу. Если говорить о высшей точке или высшей критической массе Адыга Хабза, то это удивительный момент, в котором конечным продуктом является такая фигура под названием Шузаба. Если его переводить буквально, это звучит приблизительно как «Одинокий рыцарь», примерно так. Но этот перевод не в полной мере передает всю суть вот этого понятия, потому что Шузаба, это, наверное, чуть-чуть по-другому, это можно, наверное, перевести как «человек-вселенная». Абсолютно самодостаточный, полноценный человек, который отвечает как за себя, так и за все общество в целом. Не консультируясь с кем-либо, а обращаясь к своему внутреннему «я», он старается сделать этот мир сообразно требованиям Адыга Хабза. Шузаба в большей мере возникали из среды рыцарей-воинов под названием Уорхи. И история донесла до нас имена и фамилии нескольких из них. Это как и родственные кланы, например, братья Шаноковы или Бора Берт. Такие вот интересные персонажи, их можно перечислять достаточно долго. Но каждый из этих людей, ставя исполнение Адыга Хабза выше всяческих других условий, внесли таким образом свое имя в историю черкесов. Кроме этого, Адыга Хабза включает в себя и духовную практику. К сожалению, именно по старой духовной практике черкесов до нас дошло не очень много источников. За исключением наблюдений иностранцев или путешественников, которые так или иначе попадали в Черкесию. И они воспринимали вот эту духовную практику черкесов в комплексе Адыга Хабза в силу своего восприятия личного. Поэтому очень многие моменты искажались. Ну, наверное, история все-таки справедлива, потому что буквально в прошлом году, летом, через своих знакомых, я нашел очень удивительный документ в архивах Русской Православной Церкви, датируется 1561 годом, называется «Чин отречения от черкасской веры». Чин отречения от черкасской веры, этот документ нашла сотрудник Института исследования восточного христианства Ольга Чумичева, она старший научный сотрудник, и в соавторстве с Татьяной Апариной по 11-ти сводным рукописям они нашли точную датировку и исходные рукописи вот этого чина. Впервые он был напечатан в 1624 году в требнике, изданном патриархом Филаретом. Так что это, я считаю, удивительная находка, которая в достаточной мере даст нам пролить свет на духовную практику Адыга Хабза. Можете привести, ну так, допустим, для той части зрителей, которая не знакома с темой, примерно какие-то основные понятия Адыга Хабзе, ну вот как, допустим, по отношению к гостю, по отношению к женщине, ну какие-то правила поведения, да, которые соблюдались строго, как столбы, скажем так, основные. Основные постулаты Адыга Хабза, которые обязательно к исполнению были абсолютно всем обществом, это в первую очередь честь, намес, человечность, туфуа, воспитание, пасанава, почитание старших и мужество. В комплексе вот эти все части Адыга Хабза обязательно были к исполнению. Что удивительно вот в самом вот этом моменте. Чем выше чин или положение занимал человек в обществе, тем больше самоограничений и самих для себя поставленных высоких пределов исполнения Адыга Хабза человек вынужден был ставить сам перед собой. Есть вот такая вот пословица. Буквально это звучит как аристократическая Хабза. Есть очень крутой подъем, который необходимо преодолеть, как бы подразумевается вот в конце. Поэтому непосредственно наиболее требовательными к самим себе в части исполнения Адыга Хабза являлись в первую очередь высшие слои общества. На практике во что это выливалось? В приравнивании, буквально к обожествлению гостя. Это самое первое. Любая самая бедная черкесская семья имела в своей усадьбе отдельное помещение для приема гостей. Вся семья, абсолютно вся семья должна была быть задействована в обслуживании этого гостя и создании ему наиболее благоприятных условий проживания на то время, пока он находится здесь. Хозяин своей жизнью отвечал за жизнь гостя. Хозяин, не уберегший своего гостя, подвергался астротизму в обществе, вплоть до его изгнания, вплоть до его дисквалификации из адыгского черкесского общества. Насколько я понимаю, там даже если человек враг. Даже если человек враг. Я приведу вот такой очень интересный момент. В Соре были две княжеские семьи. Это Коноковы, это Беслинеевская княжеская семья и Атажукины. Ссора возникла из-за того, что Коноков старший решил женить своего сына на одной из дочерей Атажукина. Атажукин Магомед, старший в роду Атажукиных, посчитал это недостойным для Атажукиных. И когда свадебный кортеж уже подъезжал к Коноковым, напал на свадебный кортеж и отобрал невесту. Ну, в общем, дошло до взаимных угроз, практически была кровная месть. И в итоге кланы стали враждовать. В какой-то момент, спустя время, так получилось, что Атажукины в Малой Комбании проезжали через земли Коноковых. Это увидели пастухи. И пастухи, тоже один из элементов Адыга Хабза, это не говоря впрямую, подначивая заставлять совершать поступки. В общем, пастухи вернулись в княжескую усадьбу и подначивая князя сказали. Мы были свидетелями, как Атажукины отбирают невесток у Коноковых. Но я так думаю, что теперь они едут за их женами. Ну, естественно, вот это вот оскорбление от своих собственных слуг. Коноков не мог терпеть. Взял с собой двух сыновей. И поскакал на перерез к вот этой группе Атажукиных. В результате возникла перестрелка. Атажукин издалек убил старшего сына Мисостова, самого Мисостова. И в живых остался только 13-летний младший сын Мисостова. И когда Атажукин направил на него заряженное ружье и увидел, что это еще мальчик, он опустил ружье. Один из его приближенных закричал, светлейший, он же тебя убьет сейчас, что ты медлишь. И вскинул свое ружье, он положил руку на ствол его ружья, Атажукин Магомед, и сказал, князя не смешивают кровь и молоко. И мальчик подскакал и выстрелом свалил Атажукина. Ну, естественно, поскольку усадьба Мисостовых, Коноковых была ближе, их всех забрали туда, положили все трупы в Кунацко и дали знать княгине, что вот такое случилось. Естественно, княгиня прибежала в эту комнату оплакивать своего мужа и ребенка и увидела, что члены ее семьи лежат в глубине комнаты, а тело Атажукина лежит почти возле порога. Она остановилась и сказала, даже если он кровник и труп, но он все-таки гость, положите его на почетное место. Заставила переместить тело князя на почетное место и оплакала всех погибших там же. Это вот такой удивительный момент, который, наверное, в полной мере обнажает всю суть отношения черкесов к гостю и вот эти вот связанные с ним какие-то таинственные традиции, ритуалы и вот с какой-то глубины это вот идет, нам таким модернизированным достаточно услышать, понять головой можно, но вот изнутри вот это воспринять очень сложно становится. Ну, тут это как бы один из таких ярких показательных примеров. Вот есть, как мы уже упомянули, Орг Хабз, да? Да. То есть там какое-то отличие есть серьезное или это просто, грубо говоря, тот же Адыга Хабз, только в большей сложности? Есть какие-то положения, которые не обязательны для простолюдина. Например, простолюдин имеет абсолютно полное право игнорировать войну. Он может воевать, может не воевать. Орг не может себе этого позволить. Жизнь Орга это походы, война, сражения, охота и так далее. Если умер молодым, точнее старым, седым, то это... Да, кстати, с этим тоже, да, к этим тоже связана очень интересная такая пословица. Не пословица, а вот случай. Один из княжеских отпрысков женился на Ногайской ханше. Тогда же девочек брали очень рано же молодыми. И кормилица Ногайской ханши, старая Ногайка, вместе с ней перешла в дом жениха. А, ну, рабыня, как угодно назови, перешла в дом жениха. И утром она, убирая постель своей воспитанницы, увидела какого-то белобородого старика во дворе, распоряжающегося по делам там и так далее. И она удивленно говорит, кто это? И ей отвечают, это наш князь. И она, говорит, сплеснула руками, присела, говорит, впервые в жизни вижу белобородого черкесского князя. Вот такой вот момент уже очень интересный был, показательно. И князя погибали достаточно рано. Считалось, что доживать до седин не очень. Это не обязательно надо было напорваться или погибнуть. Наоборот, вот был такой герой, Кургок Атажукин, который выиграл Канжальскую войну. Он прожил до достаточно серьезных годов, 67 лет. Причем в 64 года он выиграл Канжальскую битву. Так что это не есть требование, это есть, скажем так, рабочая рекомендация для князя. Потом еще очень интересный момент. Князя, почти все, не почти все черкеские князя считают себя потомками одного человека, князя Инала. Поэтому их называют инолиды и они считали себе ровней только подобных по положению представителей соседних народов. Если их начать перечислять, это цари и князя в России непосредственно, Ногайские ханы, Кумыгские шамхалы, Аварские ханы, Грузинские цари, князя и опять же Крымские ханы. Если опуститься рангом ниже, ребенок считался тума, неравнорожденный. Поэтому мне очень часто поражало, когда копаешься в хрониках, Что тот или иной князь умер бездетным, умер бездетным, умер бездетным. Огромное количество князей, которые умерли или погибли бездетными. И вот сейчас, опять же возвращаясь к этому, Понимаешь, что тогда же детей много рождалось. И, скажем так, не всем принцам по крови доставались принцессы по крови, равны им по происхождению. А каждый, даже если человек тума, но родился от князя, Он считал себя очень высоким по положению И претендовал на какое-то свое место под солнцем, Тесня тех же самых законных князей. Из-за этого часто возникали и стычки, и ссоры, и скандалы. Поэтому, опять же, исходя из Адига Хабза, Многие князя предпочитали бездетность, Если не находили себе равных по происхождению. Одним из ярчайших примеров вот такого появления тума, Его амбиции является легендарный герой Андимрхан. Андимрхан, который был оппонентом большому князю, Главному князю Кабарды, Беслану Тучному. Сыну Джанхота. И по большому счету, хоть он и тумал, но он является народным любимцем, Про которого сложено очень много песен, рассказов, притчи по басенам. И причем, наверное, несмотря на то, что князь Беслан Тучник Был одним из ярчайших представителей кабардинских князей, черкесских князей, И, по сути, он сделал сословную революцию в Черкесии, Разделил людей на классы и прочее, прочее. Кучу герой совершил, но если его сравнивать с Андимрханом, То этнографический материал по Андимрхану, наверное, в разы богаче и обширнее, Чем непосредственно вот этого князя-реформатора. Народный любимец больше. Да, именно народный любимец. Его песня одна из красивейших и любимейших до сих пор здесь, в Черкесии. Ну и такой еще вопрос. Нормы Адыга-Хабзе и нормы ислама. Часто очень упоминается о том, что много очень похожих какие-то постулаты есть, Из-за чего, в общем-то, более понятный, допустим, ислам оказался более понятным. Насколько вот они, как бы эти нормы, сочетаются? Насколько как бы Адыга-Хабзе перетекает в нормы ислама, смешивается? Я бы не стал здесь останавливаться только на исламе, Потому что любая глобальная идеология, Некоторые ее называют религией, Некоторые называют ее коммунистической или партийной идеологией, Или так или иначе. То есть любая вот эта глобальная идеология, Она преследует не только политические цели, Но очень часто и нравственные цели. И поэтому, учитывая, что у нормальных людей Нравственные ценности совпадают по очень многим параметрам, То и нравственные компоненты вот этих глобальных религий, Естественно, каким-то образом скоррелировались и с Адыга-Хабзе. Здесь надо понимать только один момент. Один момент. Для того, чтобы религиозные догматы исполнялись, Людям обещали рай и грозили адом. А черкесы это все делали без всяких угроз и обещаний, Естественным процессом. И поэтому, когда в результате, Скажем, династических браков, Естественных исторических событий Или агрессии соседних идеологий, Все-таки ислам стал давлеющей религией, То, встретив сопротивление со стороны общества, Его идеологи смогли найти золотую середину. На тот момент, объявив, По большому счету, это также и отвечает постулатам распространения ислама, Объявив все, что не противоречит исламу Из адыгских традиционных обычаев, Частью ислама. И поэтому просто остался тот же компонент, Просто вывеска сменилась. И поэтому, скажем так, черкесская форма ислама, Наверное, она достаточно сильно отличалась от той формы ислама, Которая была распространена на Аравийском полуострове, скажем так, И не встречала противоречия ни как здесь, ни как там, Потому что две идеологии, дополнив друг друга и немножечко потеснив друг друга в привычных же рамках, Смогли уместиться на прокрустовом ложе сознания человека на определенный исторический период. К сожалению, в последнее время появилось немалое число проповедников или исповедников, Как угодно их можно назвать, Которые объявились, что вот эта прокрустовая ложе более не выдерживает две идеологии, Поэтому одна из них, естественно, Хабза, должна потесниться и должна быть вытеснена. Для этого они берут на вооружение любые методы. Естественно, Хабза тоже защищается через своих адептов каким-то образом, И на этом фоне она встречает противоречия. На сегодняшний момент я могу уверенно сказать, Что Хабза никоим образом не относится агрессивно к исповедующим ислам. Наоборот, я скажу, что очень много мусульман, Которые даже в большей мере придерживаются норм Хабза. Но это в их сознании и в воспитании традиционно называется исламом. И почему бы и нет, пусть оно так и будет. Не важно, как называется идеология, главное, чтобы она служила доброму делу. Согласен. На этой доброй ноте, наверное, пока закончим. Тема обширная, поэтому я предлагаю после просмотра вам оставлять комментарии, Что вы еще хотели услышать по этой тематике, Может быть еще дополнение, не только про Аддинг и Хабза. Обсудим, и я соберу какие-то вопросы, И через время мы можем еще встретиться, я думаю. И по конкретным уже вопросам вашим забрать дополнительную информацию, Которая вас заинтересует. Спасибо большое, Аслан, за интервью. Вам спасибо. Не первый и не последний раз встретимся, будем развивать эту тему. И вам спасибо. Ну и до связи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok